Если Христос взял грехи наши и вознес телом своим на древо, зачем к нам звучит призыв избавиться от грехов? И как наше послушание Его пастырству влияет на наше здоровье? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово! Сегодня в нашем списке обетования и исцеления мы переходим к первому посланию апостола Петра, 2 глава, 24-25 стихи. Поэтому готовьте свои Библии, блокноты, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреевой, и это подкаст «Библия читаем вместе». Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за служение Твоего Духа, и мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому, Святой Дух, посреди нашего чтения, размышления над Писанием, Ты говори с нами. Помоги нам прийти к ясности и откровению о воле Твоей в отношении служения и исцеления. Во имя Иисуса мы принимаем. Аминь. Аминь. Читаем 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастыре и блюстителю душ ваших. Если вы помните прошлый выпуск, 53 главу Исаии, то сейчас апостол Петр, спустя более 600 лет, цитирует слова Исаии, выделяя то, что Христос взял на себя как наши грехи, так наши немощи и болезни. И ранами его мы исцелились. У Исаии это звучит так. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Но интересно, что как у Исаии, так и у Петра есть логичное продолжение. Исаия после этого говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот эта деталь сравнения людей завета с овцами, которые совратились каждый на свою дорогу. Петр это озвучивает немного по-другому в 25 стихе. Начиная, «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастора». И Петр как раз выделяет это как причину. Наши грехи, наши поражения, немощи, болезни, все, что нас постигло, стало причиной именно вот этого, что вы были, как овцы блуждающие. По Исаии, как овцы, которые совратились, каждый на свою дорогу. Да, мы уже несколько раз возвращались к этой мысли, чтобы никогда не приписывать Богу участие в наших немощах и болезнях. Здесь как раз Петр и указывает, «Потому, что вы были, как овцы блуждающие, ушедшие от пастора. Потому, что вы совратились в свое время каждый на свою, подчеркните, каждый на свою дорогу. Поэтому немощи, болезни, поражения, ран, удары, язвы, все это приходило на вас». Но обратите внимание, Петр заканчивает 25 стих следующей фразой. «Но благодаря Иисусу вы возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». И можно было бы возразить и сказать, «Ну, как это относится к теме исцеления?» Но как раз это и связано с темой исцеления и, самое главное, с тем, чтобы оставаться затем в здоровом и целостном состоянии. Потому что здесь-то мы видим, что причина того, что с нами произошли все эти трагедии, как раз и заключалась вокруг того, что мы оставили Господа, решили жить по-своему, ходить своими путями. Но Бог со своей стороны решает этот вопрос через заместительную жертву Иисуса. Но у меня следующий вопрос к вам. «И что?» «И что дальше?» Мы приходим, мы принимаем исцеление, чтобы что? Чтобы затем опять дальше совратиться каждому на свою дорогу, отправиться опять бродить своими путями, которые точно такие же будут небезопасные, как и прежде. И у многих христиан получается вот такой некий парадокс. То он получил вроде бы исцеление, то затем спустя время смотришь, он опять оказывается в какой-то болезни и немощи. Опять ищет исцеление, опять получает милость, благодать и восстановление, опять оказывается в болезни. И вот эти шатания в результате приводят человека к некоему вот такому представлению Бога. «Ну вот он меня всякий раз спасает, избавляет из этой проблемы, из этого бедствия». Но нам как раз и важно с вами увидеть, что желание Бога не просто всякий раз спасает нас от тех глупостей, в которые мы уклоняемся, идя своими путями. Его желание, чтобы мы возвратились к пастырю и блюстителю души наших. И что? И научились затем совершенно следовать за ним. Как это описано в 22-м псалме? Помните, Давид пишет, «Господь, пастыр мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды». Это Он направляет меня на правильные стези. Смотрите, здесь всего лишь 6 стихов. Но когда мы читаем с вами все эти 6 стихов, вы не увидите там никаких бедствий, которые приходят на овцу, которые просто совершенно в послушании следуют тому маршруту, по которому ведет ее пастырь. В 4-м Он говорит, «Даже если я и пойду долиной тени смертной, я не боюсь зла, потому что твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Да, смерть может бросать какую-то тень в долине, но овца, идя рядом с пастыром, совершенно идет спокойно. Почему? Потому что она следует за пастыром и совершенно полагается на его жезл. В 5-м стихе «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих», умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Посмотрите, враги вокруг, да, «Да, но при этом что происходит?» Псалопевец описывает, «А я сижу за трапезой, которую накрывает мне Господь, умощает мою голову елеем, чаша моя переполняется при этом. Вот так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Вот он, 22-й псалом, который описывает здоровую жизнь овцы, которая следует за своим пастыром. Возвращаясь к вопросу, как это связано с тематикой исцеления? А как сказал об этом Петр в 25-м стихе, «Мы были овцами блуждающими без пастыра». Вот причина наших болезней. Но теперь нам даровано снова вернуться к нему. Для чего? Для того, чтобы совершенно положиться, довериться тому, что его направление, его воля о нас, она лучше, чем мы сами можем ее для себя придумать. И я хотел бы, чтобы каждый из вас, вы также могли прийти к вот этому решению, довериться тому, что воля Бога о вас, она лучше, она совершеннее, она обеспеченнее, чем вы могли бы ее сейчас себе намечтать. Его планы для вас, они лучше, они безопаснее, они славнее. И с его стороны есть огромное желание вести вас по тому пути, который он для вас приготовил. Вы скажете, «Ну и что мне с этим делать?» Уже будет великим достижением, когда вы будете говорить, «Господь, я хочу доверить свою жизнь Тебе, я хочу, Господь, чтобы Ты ввел меня, да будет Твоя воля. Я не хочу ходить своими путями, я больше не хочу уклоняться на своей дороге, я не хочу творить свою волю, я хочу следовать в совершенном согласии с Твоей волей». Снова, как это влияет на тему исцеления? А это будет связано уже не просто с исцелением от болезни, а с тем, что вы будете постоянно оставаться в божественном здоровье, где немощи, болезни, поражения вообще не будут касаться вашего тела. Почему? Да потому, что вы в послушании будете обходить все вот эти места поражений, сети ловца и так далее. И все почему? Потому, что будете следовать за Господом, как за вашим пастором. И если вот от метафоризма больше прийти к реальности, то посмотрите, как это может выглядеть в реальности. Кого он вводит на эти злачные, пажите к водам тихим? Пятерку нашей души, которая, напомним, состоит из интеллект, память, воображение, эмоции, воля. И вот даже если взять пример, Господь хочет повести вас на злачные, пажите, чтобы вы наелись. У него есть конкретная пища для вашей души, которой он хочет вас напитать. Но в стороне также есть и другая пища, к которой вы привыкли. Интеллектуальная пища, которую вы привыкли поглощать из средств массовой информации, из новостей, из разных источников Ютуба, Гугла и тому подобное. И вот перед вами стоит снова вопрос. Вы отправитесь снова идти по своей дороге на те пажите, на которых вы привыкли питать свою душу? Или же вы доверитесь пастору и блюстителю, который знает, куда вас повезти, чем воспитать, каким посланием вас сейчас лучше напитать. А поверьте, что меньше всего Иисус, как ваш пастор, будет заинтересован водить вас к этим информационным источникам новостей, желтой, зеленой, черной прессы, какой бы то ни было, чтобы вы оттуда питались. Он туда вас водить не будет. Он знает, что здоровая пища находится в его слове, находится в священном писании. В хороших библейских учениях и тому подобное. Вот сюда он будет водить вас, чтобы питать вашу душу, защищать вашу душу. Поэтому, если мы говорим о том, насколько важно нам довериться Господу, как нашему пастору, чтобы он водил нас на злачные пажите, ну так давайте уже начнем с того, чтобы позволить ему задавать направление вот в эту сторону, к этим пажитям Божьего Слова, Божьих обетований, к Священному Писанию и переставать ходить своими дорогами к тем привычным для нас фастфудам и ГМО, которые мы прежде ели и из-за которых в результате оказываемся в немощах и болезнях. Но слава Богу, что у нас с вами есть этот 24 стих, в котором написано, что Он, то есть Иисус, посмотрите, что Он сделал с нашими грехами. Он грехи наши, Он забрал наши с вами грехи, и Он вознес их телом своим на древо. О чем идет речь? Речь идет о том, что это было желание Бога. Написано, Он сам это сделал. Это важно, это напоминает нам истину, друзья, что исцеление, подаренное нам Богом, оно вообще никак не относится к нашим делам или заслугам. И что Он для этого сделал? Смотрите, это не просто пожелание в сердце Бога, но было бы, конечно, неплохо. Знаете, сама идея мне нравится. Он не просто оставил это в виде идеи, Он практически воплотил это в реальность. Смотрите, как это было. Он грехи наши с вами, все наши грехи. Грех означает промахнуться мимо. То есть все то, что не является волей Божьей для нас с вами, это уже все есть грех. Так вот, смотрите, что Иисус сделал со всеми нашими этими грехами. Он Сам по Своей инициативе вознес эти грехи телом Своим на древо. И тогда у меня возникает здесь вопрос, где наши с вами грехи? Они вознесены Его телом на крест. Это совершилось? Это уже произошло? Это уже факт? Да. Вот где наши с вами грехи. Вот где нам с вами стоит научиться видеть абсолютно все наши грехи. Грехи прошлого, настоящего и даже будущего. Теперь смотрите дальше. Дабы. И вот это слово, как вы понимаете, что такое слово дабы? Дабы – это означает с целью. У него была конкретная цель, у него был мотив почему, для чего, зачем он это делает. И смотрите, вот это дальше фраза идет, которая объясняет эту цель. Дабы мы с вами, избавившись от грехов, жили для правды. И в этот раз, когда я размышляла, у меня возник вопрос, а Иисус вообще достиг своей цели? Если он это делал с конкретной целью, а достиг ли он своей цели? И вот здесь я понимаю, что со стороны Бога ответ – да и аминь. Потому что здесь же явный конфликт и противоречие. Грамматически-то вроде бы должно выглядеть все так. Если Иисус взял грехи и вознес телом своим на древо, то логично должно быть завершение. Этих грехов на нас нет. Правильно? Но в 24-м, видите, здесь как бы некое противоречие. Вроде бы вознес телом на древо, а к нам звучит призыв избавиться от грехов. И вот здесь как раз большинство христиан берет только вторую часть призыв избавьтесь от грехов и начинают сражаться со своими грехами. Делать все возможное, чтобы не грешить, подавить перестать делать одно, перестать делать другое. Что ты делаешь? Я стараюсь избавиться от моих грехов. Но подождите, если бы была только вторая часть, к вам звучало не грешите, избавьтесь от ваших грехов, тогда какой смысл было приходить Иисусу, чтобы такой ценой брать наши грехи на себя и телом своим возносить их на древо. Понимаете, что вопрос избавления от грехов не вращается вокруг ваших личных усилий и вашего сражения с грехом, чтобы вы силой своей воли попытались как-то себя переделать, побороть грех внутри себя. Здесь что-то другое сокрыто. А здесь как раз нам и важно увидеть вот это соединение, завершенная работа Христа, что Христос решил вопрос с грехом, с вашим грехом. А к вам звучит призыв избавьтесь от него. Это как будто а теперь ты его отпусти. Он уже не имеет над тобой власти. Он уже не твой хозяин. Просто выбросит от себя. Если раньше он был как диктатором, который тебя удерживал, сейчас просто избавься от него. Видите, это не образ борьбы. Это образ как будто выбросит как мусор. Но это все равно решение будет стоять за тобой. Понимаете, или же вы сможете созерцать то, что сделано Христом на Голгофе, когда Он брал на себя эту вашу немощь и болезнь. Он прибивает ее телом своим туда, на крест. А если вы еще дальше продолжите, просто доведите эту картину до конца. Хорошо, вот Христос берет на свое тело наши грехи, наши немощи и наши болезни. Что дальше? Скажите, ну что дальше? Умирает. Ну хорошо, Он умирает, Его тело умирает, и куда идет Его тело с нашими грехами, с нашими немощами и болезнями? Ну куда? В могилу. Ну давайте более библейски конкретно. На основании Писания Христос отправляется в преисподние места земли, в самую глубину ада. Повторюсь, а значит, куда отправились на Его теле все наши грехи, немощи и болезни? Ну получается туда, в глубину ада. Молодцы, хорошо, но что происходит дальше с Иисусом? Он вроде бы воскрес. Правильно, Он воскрес. Он воскрес в славном теле, и это тело затем на протяжении сорока дней видят Его ученики. Он является, показывает себя, вот Он, Я. А теперь следующий вопрос. А грехи, немощи и болезни, они где остались? Ну, получается, они остались там. То есть, Иисус без них вышел? Да, без них. А их место теперь где? Там, в глубинах преисподней, в аду. Кто их туда снес? Христос. Благодаря чему? Благодаря Его подвигу. Тогда вопрос к вам. Где вам важно рассматривать ваши грехи, немощи и болезни? Где их место обитания? Ну, получается, там. Так вот, там их и рассматривайте. А если сегодня какая-либо немощь и болезнь, она проявляется в вашем теле? Повторим тезис прошлого выпуска. Если ранами Его вы исцелились, это истина, то немощи и болезнь в вашем теле сегодня это ложь, подтвержденная фактами. И если вы видите эту ложь с ее фактами, присутствующими в вашей жизни, вот как раз сюда и звучит этот призыв. Избавьтесь от этого. Избавьтесь от чего? Избавьтесь от этой лжи. Это ложь. Это ложь. А как вы можете избавиться от лжи? Только через противоположную, альтернативную веру истине. По-другому вы никак не сможете избавиться от лжи. Вы как грешник, это ложь. Почему? Потому что Писание говорит, вы примирились с Богом и вы оправданы. Вы как больной, немощный, пораженный, это ложь. Почему? Потому что истина говорит, ранами его вы и слились и вас возвратили к пастыру и блюстителю душ ваших. Как вы можете избавиться от лжи только через утверждение себя в чем? В истине. И вот к этому как раз и призывает нас Писание войти в этот процесс. Противостояние лжи и соединение, все больше и больше соединение с истиной. Поэтому, друзья, не надо спешить, когда мы читаем с вами обетование исцеления. Суть не в том, чтобы вы знали даже их наизусть и могли цитировать, не заглядывая в Библию. А суть в том, чтобы вы начали размышлять, погружаясь в эту истину, снова-таки с целью практики. Потому что даже только вот эта одна мысль, чтобы мы избавившись от грехов, это меньше половины стиха, всего лишь одна фраза, но как мало верующих ее практикуют. А ведь здесь это показано как часть процесса для того, чтобы затем проявилось исцеление. И знаете, что в этот раз Господь мне открыл и показал? Говоря о том, чтобы мы жили с вами для правды, вот это слово также означает праведность. А что такое праведность? Праведность – это правильное положение перед Богом и Его Словом. И вот здесь важно, смотрите, говоря о состоянии нашего тела или о состоянии нашей души, то правильное положение перед Богом и перед Его Словом – это быть в исцеленном и целостном состоянии. Послушайте, вот оно, правильное положение нашего тела перед Богом – это быть в здоровье, силе, крепости и исцелении. Это воля Божья, это цель Божья, это причина, почему Иисус сделал то, что Он сделал на Голговском кресте. Именно для того, чтобы наши тела с вами были полноценно здоровыми. Это единственно верная судьба от Бога для каждого из нас. Другого варианта со стороны Бога для нас не существует. Все остальное ложь. Насколько бы не был богат ваш негативный опыт от какой-то болезни, от какого-то диагноза, от какой-то дисфункции. Друзья, это ложь из ада, посланная для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но истина, цель, для чего Иисус пришел и что Он уже сделал со своей стороны полностью, Он открыл нам доступ, чтобы мы были в правильном положении перед Ним. А это равно в исцеленном теле, в исцеленных эмоциях, в исцеленной душе, в целостном состоянии. Но снова-таки, это то, что Он сделал со своей стороны в отношении нас. А как мы с вами на это реагируем? Насколько мы открываем себя для взаимодействия с этой истиной, чтобы принимать это, чтобы это максимально было проявлено в нашем теле. Это уже выбирает каждый из нас с вами лично. И я верю, поскольку вы слушаете этот выпуск, вы вместе с нами выбираете научиться жить в этом самом полноценном здоровье и исцелении, которое уже подарено нам Иисусом. И для этого мы напоминаем еще раз, когда вы самостоятельно читаете то или иное обетование, не спешите. Перечитайте его один раз, второй раз. Прочтите его вслух. Начните вести ваше молитвенное размышление. То есть, проговаривайте свои мысли перед Богом. Озвучивайте Ему то, как вы видите, что вы думаете, какие вопросы у вас поднимаются или какие эмоциональные реакции у вас поднимаются на эти обетования или на эти стихи. Кому-то из вас, может быть, проще будет записывать ваши мысли, ваши размышления на бумаге. Записывайте это вокруг одного какого-то конкретного обетования. Затем попробуйте, постройте вашу молитву, благодарение на основании этого обетования. Попробуйте построить ваши провозглашения и скажите это вслух. Скажите это о себе. Да, ранами его я исцелился. Я верю, что Иисус взял на себя мои грехи и вознес их телом своим на древо, «Чтобы я избавлен был от грехов и жил для праведности, я возвращен к моему пастыру и блюстителю души моей». Что вот сейчас вы сделали? Вы взяли эти же стихи и сделали из них ваше личное провозглашение. В общем, наш призыв к вам снова – проводите ваше личное размышление. Питайте себя снова и снова этими обетованиями. Особенно, если вы сейчас посреди немощи и болезни, и вам нужно принять дарованное вам исцеление, питайте себя каждый день этими обетованиями. Не поддавайтесь вашему уму, который вам говорит, «Да ты это уже вчера читал, да ты же это знаешь, что тут нового?» Отправляйтесь снова. Ешьте это. Идите на эти пажите, вкушайте эту пищу, кормите себя снова и снова этими обетованиями. Кормите пятерку вашей души. Она в этом больше всего нуждается. Аминь. Хорошо. Вот те размышления, которые у нас получились вокруг этих двух стихов послания Петра. А на что Господь обратил ваше внимание? С радостью почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И мы с вами делимся там откровениями вокруг прочитанного, молимся и наслаждаемся Словом Божьим. Аминь. Отец, мы благодарим тебя за это время. Да утверждается Слово Твое внутри нас. Да будем мы научены жить в правде. Да отвращаемся мы от прежних путей своих. И да возрастаем в совершенном следовании за Тобой, как нашим Господом и нашим пастырем во имя Иисуса. Мы доверяем Тебе и говорим, да будет воля Твоя благоуспешно исполняться в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова